Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя мое имя Святое Бог. Здравствуйте, дорогие телезрители! У премудрого Соломона находим путь беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Вот это известное, вообще-то, многие выражения царя Соломона, оно наводит на некое размышление. Вот представим себе человека, который имеет отличное зрение, 100%, без всякого изъяна. И вот этот человек попадает в ситуацию, где нет света. Кормешная тьма. Что он видит? Ничего. Вот его 100% зрение, хорошее зрение, оно в данной ситуации бессильно, беспомощно и бесполезно. Поскольку глаза реагируют только на отраженный свет, которого в данной ситуации нет. Нужен хотя бы маленький лучик света, чтобы человек стал ориентироваться в пространстве. Потому что в противном случае он не знает, куда двигаться, он не может правильно выбрать направление, да и вообще он не может видеть, что у него под ногами находится. Ситуация, в общем-то, понятная. Но вот по аналогии с этой ситуацией, человека, находящегося во тьме, должна быть нам и понятно положение человека, находящегося или живущего вне света божественного откровения. Ведь не зря же Господь говорит, что «я свет миру». Не на богослужении мы слышим «слава тебе, показавшему нам свет». Вот находясь вне света божественного откровения, человеческое уже бессильно, оно не работает. То, что есть у человека, оно уже не работает. Нужно какое-то воздействие извне, как в том случае лучик света, так и в этом случае требуется лучик божественного откровения. Господь потому и говорит, что «без меня не можете делать ничего». Действительно, что можно делать вне света? Человек теряет представление об истине, что есть добро, что есть зло. Цель, смысл жизни в этом случае расплываются, если нет воздействия, опять говорю, извне. Если нет этого лучика света божественного откровения. И Господь, всемилостный Господь, Он не оставляет нас в таком бедственном, плачевном положении. Ибо Он, как сказано, благ и к неблагодарным, и злым. И вот мне хотелось бы в этой связи рассказать историю, которая произошла довольно давно, года три назад. Но я только недавно узнал, чем она все-таки закончилась. Однажды ко мне обратилась за советом как священнику женщина, пожилая женщина, пенсионерка. Ей давно уже за 70, ближе к 80. Женщина, живущая очень и очень скромно, на пенсию. Она серьезно больна, нуждается в медицинской помощи, в лекарствах. Но, тем не менее, она скопила какие-то небольшие деньги, какие-то небольшие деньги не были. И вот к ней обращается ее родная дочь с просьбой дать денег взаймы. Но не для себя, а для своей подруги. И подруга покупает квартиру, нужен какой-то первоначальный взнос. Часть денег было внесено, но какой-то суммы не хватало. Ну вот она и обратилась к своей матери, чтобы мама помогла подруге. Женщина была готова помочь, но что-то ее останавливало. Опыт жизненный, мнения, высказывания других людей, например, такие, что не делай добра, не получишь зла. Или, как еще одно выражение такое, не знаю, может, хорошо, что, может, его и не знают. Мне сказал однажды, это мой друг, которого я тоже хотел занять в свое время деньги, но это давно было, еще до принятия сана. Я обратился к нему за помощью и попросил дать денег мне в долг. Он мне тогда сказал, если хочешь потерять друга, возьми у него в долг. Но эта фраза на меня произвела вообще-то впечатление. Я не мог тогда ни поспорить, ни объяснить ничего. Он так сказал мне. И я решил не брать у него денег в долг, но как-то обошелся. И вот женщина, сомнения, дать, не дать. Тем более в ее жизни были случаи, когда она давала взаимоденьги, ей не возвращали. Где-то возвращали, где-то не возвращали. А тут шла речь о сумме, которая для нее очень чувствительна. И она, думаю, она уже больше ее не соберет, эту сумму. Она не сможет собрать ее. Долгие годы я собирала покрупиться. Вот она пришла за советом. Как быть? У апостола Петра в его послании Галат, в его послании, в соборном послании апостола Петра, говорится, что покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестию любовь. То есть в вере Господь нас призывает через своего апостола Петра показать доброделание, добродетель, но при этом рассудительность. Добродетель, рассудительность стоят рядом. Вот и женщина рассуждала, и так она как-то к выводу и не приходила. Нужно какое-то было воздействие изнес. Лучик божественного откровения. И находим в Священном Писании, как нам Господь говорит. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. «Если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо грешники грешников любят. И если вы добро делаете тем, кто вам делает добро, какая вам за то благодарность? Ибо грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо грешники дают взаймы грешникам в надежде получить столько же. А вы, Господь говорит, любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. И так будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд. Вот эти слова я сказал женщине, и эти слова ей были известны. Но я обратил ее внимание на то, как Господь говорит, не ожидая ничего. То есть делайте добро, не ожидая ни похвалы. Если человек так поступает, то он защищен. Он защищен. Господь, потому что Господь тут же нам говорит, не ожидая ничего, и будет вам награда великая. Он утешает нас. Господь говорит, будет вам награда, будете сынами Всевышнего. Я ей посоветовал, если она готова с этими деньгами мысленно расстаться, то пусть она дает в долг этой женщине, о которой она, кстати, она знала, что это подруга дочери, но кто, что, она деталей не знала. Это риск был определенный. Нужно, Юрий, помолитесь, подумайте, вот если вы все-таки готовы с этими деньгами так вот расстаться, то я понимаю, что это сложно, но вот, а иначе не давайте. Будет искушение для вас и для всех. Кстати, вот об этой истории я как-то рассказал в одном классе, в старшем классе в школе. И их спросил, как бы вы поступили в данной ситуации. Пять человек я спросил, пять. Четверо сказали, что они деньги бы дали. Это меня порадовало. Одна девочка сказала, нет, я бы все-таки не дала эти деньги на месте этой пожилой женщины. А потом я спросил, а вот как бы вы поступили дальше, если деньги не возвращают? Так вот, четверо из тех, кто сказали, чтобы деньги дали, они трое из четверых сказали бы, ну что ж, это пусть будет на совести этого человека. А один, это был мальчик, сказал, что он бы стал судиться и деньги себе как-то возвращать. Решение нужно принимать было быстро. Я сказал женщине, подумайте, ну вот если вы так вот готовы, мысленно расстаться с деньгами, дайте. Но времени на размышления особенно не было. И вот вечером она мне звонит по телефону и говорит, что она деньги дала. Я, конечно, за нее порадовался. Молодец, все-таки дала деньги. И потом я об этой как-то ситуации забыл. И вот недавно я почему-то эта история вспомнилась мне. Я позвонил этой женщине по телефону и поинтересовался. Ну вам деньги вернули или нет? Она вначале как-то не сразу вспомнила, а потом да-да-да-да, да, вернули. Я говорю, а как вернули? Сразу вернули, как договаривались или спустя какое-то время? Она говорит, да, спустя какое-то время и довольно продолжительное. То есть деньги вернули, но не сразу. А я тогда спросил, а как вы чувствовали в этой ситуации? Деньги-то ушли, а назад их не возвращают. Она говорит, вы знаете, батюшки, я была спокойна. Я была спокойна. Она не была уверена, что деньги вернут, но она была спокойна. Вот истинно всякое слово Божие, которое говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вот Господь успокоил эту женщину. Она ждала эти деньги. Они ей нужны были еще. Она боялась, что может какое-то осложнение быть ее болезни, и потребуется какое-то оперативное вмешательство, нужны будут деньги. Она вот на этот случай копила. Но слава Богу, деньги вернули, женщина обошлась, никаких чрезвычайных ситуаций не было, обошлась она и без операций. И я второй раз порадовался, порадовался тому, что она отдала деньги, порадовался тому, что ей деньги вернули, и то, что она не волновалась. И в заключение я напомню вам слова апостола Павла в его послании Мгалатам, где он говорил, «Делай добро, да не ускудеваем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Всего вам самого доброго, да хранит вас Господь! Павла, слави, душе моя Господа, и вся внутренняя мое имя святое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова